Всем привет дорогие друзья! С вами канал Огород Легко и Просто. Как я обещала вам вчера, сегодня пройтись по теплицам и показать, что у нас есть. Сейчас у нас морозы, минус 25, минус 33 сегодня ночью было. Всеми силами боремся. Работа до рук не идет особо. То есть все, что я говорила, буду черенковать. Я еще ничего не черенковала. Эмоционально очень тяжело это все переживаем. Утром просыпаемся вообще без сил. Так что надеюсь, что морозы скоро отступят и мы с вами начнем черенковать. Пойдемте, я вам сейчас сначала покажу маточники, с которых мы будем брать черенок. Черенковать мы с вами будем пеларгонию плющелистную. Нам ее нужно, во-первых, черенковать для черенка, во-вторых, чтобы куст сформировался хороший, круглый. У нас где-то, наверное, 7-8 сортов. Вот, посмотрите, они отличаются и листочками. Вот это вообще шикарный сорт. Он очень классно кустится. Тоже главное вовремя его правильно сформировать. Также мы будем черенковать бегонию драгон. У меня два сорта. Один с темным листочком, другой с более светлым. Но и тот, и тот сорт оба классно формируют куст. То есть на продажу весной само то. Есть просто цветы, которые я бы не советовала на собственном опыте. Но, опять-таки, это может быть просто зависит от области, от страны, в которой проживаете. Как говорят, на вкус и цвет друзей нет. Вот такую традисканцию мелколистную будем черенковать. Немного, но чтобы подвесок 30 у нас было. Как бы мы на нее не делаем особо удар. Также мы будем черенковать пеларгонию королевскую. И здесь есть серия ангелы. Есть кустики у меня были подмершие, они отходят. Листик подсохший. Черенок уже тоже нужно черенковать. Уже тоже скоро будет поздно. Уже большой. Вот такие череночки уже. Нужно браться, нужно работать. И есть ангелы серия пеларгония. Тоже надо черенковать. Вот такие вот. В том году, кстати, хорошо продавалась серия ангелы. Также будем черенковать фуксии. У меня немного маточников. Такие они все страшненькие, неухоженные. Но я их покупала только осенью, эти сорта. Поэтому не моя вина. Тяжело растут. Но я с них черенок постараюсь взять. Такой колокольчик мы не будем даже размножать дальше. Аргирантему. Вы меня простите, я иной раз говорю лишнюю букву Р. Мне тяжело уговаривать такое название. Аргирантему. Смотрите, он отличается по листикам. Это будет красный. Такой кустик это будет белый. Остеоспермам. Тоже мы черенкуем остеосперму. Я как-нибудь сделаю топ-5 растений из черенка, которые самые лучше продаются. Остеоспермам входит в это число. Это герань королевская, уже укорененная из черенка, хорошо растет. Жалко только, что один сорт. В этой теплице у нас тело же низкий. Здесь была у нас цинерария. Этот цинерарий у нас уже мерзл 18 сентября. Было 7 градусов мороза. Это был первый заморозок. У нас собака, видимо, хотела погреться. Зашла в теплицу и стала открытой дверью. И у нас померзла она. Мы ее выходили, общипывали, обрезали. И все равно опять у нас часть померзла. То есть, видимо, не судьба. Или зацвести. Вот такие зональные герани у меня есть. Я, честно говоря, люблю в основном вот с черенка герань, потому что у нее кустик другой. Когда сеешь, мне не нравится, она... Куст другой формирует, не такой компактный. Ну, это на любителя. Вот такая геранька. Вот такая. Вот, мне нравится вот такой цвет. Я прям очень люблю. Вот тоже уже есть, что снимать. Пасынков достаточно. Это кусты аргерартемома. Я заказывала 5 сортов осенью, чисто на развод. И получилось довольно-таки хорошо. Кустики пришли страшненькие. Мне пришлось их долго отхаживать. Но в итоге я с них сниму много черенка. То есть, достаточное количество. Такая. Это прям кустики снимай. Здесь поэтому стеллажу. Вот маточники остеоспермума. Ну, я не все успеваю хорошо ходить. Вот так вот. Я надеюсь, если буду работать на продаже черенка, у меня будет все более или менее в порядке и в больших количествах. Вот кустик бакопа. Вот кустик плектрантуса. Плектрантус я для продаж не буду размножать. Вот кустик глихома будра. Тоже на продажу я его не буду. Дон не особо хорошо пользуется спросом. Вот. Вот. Такую традисканцию тоже я не буду на продаже. Там максимум 2-3 кустика. Ну, просто как. Уже черенкуешь. Жалко просто. Ну, берешь и черенкуешь. Бальзамином плохо. Бальзамином холодно. Им не нравится. Они нормальный черенок мне сейчас не дадут. Буду ждать тепла. Аригер Артемум я рекомендую выращивать. Его очень хорошо оптовики берут. И в розницу люди его любят брать. Но он оправдывает себя. Пойдем сейчас. Вот гвоздика серии Оскар. Вот сульфения. Вот фукция. Вот штучек 5 бакопы. Вот штучек 5 бальзамина. Все это черенковалось несерьезно. Это так выскочило, повыхватывало. Просто чтобы было хоть чуть-чуть. Потому что в основном ничего не успевается. Вот я укореняю традисканцию. Вот пеларгония уже растет. Вот пеларгония королевская. Это все мой черенок. Это все сама черенковала. Надеюсь, что зацветет 8 марта. Уже быточки есть. Кстати, вот с вами первый раз смотрю. Мне когда было посмотреть, смотрите, уже есть бутоны. Вот уже есть бутончики. То есть уже веселее. Я, честно говоря, все хотела посмотреть, что с бутонами. Бутон уже есть. Значит, мы зацветем 8 марта. Вот пеларгония серии Ангел. Штук 40 укоренилась. Ну вот, дорогие друзья, мы с вами прошлись по всем теплицам. Я вам показала, что мы будем черенковать, что уже начеренковано. Подписывайтесь. Мы еще с вами будем сеять глаксинию. Мы сеем и 10 марта для продаж в августе. Глаксинию и бегонию. Вот. Просто все сразу не упомнишь. У меня в планах с вами съездить к моему папе на дачу. У нас здесь суписок. У папы чернозем. Посмотрим, что как растет. У папы именно засаживают огород в открытом грунте. Он насобирал семян с томата Зульфия в прошлом году. Будет в открытый грунт сажать. Хочет прищепнуть на 6 кисти или на 4 кисти. И снять много урожая. Посмотрим, как у него это все получится. У папы там пасека. Ну, я думаю, будет интересно. Всем спасибо огромное. Всем пока. Пока.